В Иркутске картины художника будут оживать на сцене о популярности сибирского Сальвадора Дали сегодня в программе. Забайкальские полицейские вернулись из очередной командировки на Северный Кавказ. Подробнее об этом расскажем сегодня в международной программе «Середина земли». В эфире выпуск международной информационной программы «Середина земли». Приветствуем всех собравшихся у экранов в Бурятии. О событиях при Ангаре расскажу я, Татьяна Беретина и мои коллеги-журналисты из Иркутской области. Мы начинаем. Картины сибирского художника оживут на сцене. Омский режиссер Игорь Григорко готовит новый спектакль по мотивам картин Сергея Пластинина, художника из Бурятии, откуда родом и сам Григорко. Сергей популярен за границей, а в России неизвестен. Это опасная охота на бабочек. Так называется полотно, над которым сейчас работает Сергей Пластинин. Картины он пишет под классическую музыку и, как утверждает автор, переносит на холст образы, которые видел во сне. Своих сегодняшних главных героинь автор видит исключительно прекрасными. Она является для меня символом, символом даже какого-то космического совершенства. Символ симметрии даже. Ну вот так вот. И просто бабочка мне часто снится во сне. Сергея Пластинина называют сибирским Сальвадором Дали. Их творческие манеры действительно близки. В жанре сюрреализма написаны более сотни полотен, которые художник перевез с собой в Иркутске из Улан-Удэ, где прожил всю свою жизнь. Осенняя пастераль и два бараньих черепа, сон о Минотавре, биологический анироид, меланхолическая прогулка. Есть и стереокартины, любоваться ими можно в специальных очках. И так называемая аноморфозная живопись. Это картина, разглядеть которую можно только при помощи зеркала. Обычно я пользуюсь этим приемом, когда нужно было показать что-то, например, чтобы не все видели. Например, если нужно было короля изобрелить как-то так, чего бы ему не понравилось. Делали вот как раз в аноморфозной живопись. Его холсты оживут на сцене. Сейчас в Омске режиссер Игорь Григорко работает над обновленной постановкой спектакля «Ловец грез» по мотивам картин Сергея Пластинина. Эти кадры сделаны в 2012 году, когда творчество иркутского художника впервые было переведено на язык театра. Главные персонажи разных полотен – Пластинина, Тенерия, Андрогены, оккультные тени, магические мухи, кони ветров и пауки сновидений – вместе на одной сцене. В проекте будут участвовать актеры Омского топ-театра. Как рассказал по скайпу режиссер Игорь Григорко, основная работа начнется после Нового года. Сейчас идет погружение в материал. Его картины, конечно, меня поражали. И самое главное, что этот мир его, в отличие от мира, допустим, того же Сальвадора Дали, у Сальвадора Дали все-таки картины и идеи немножко агрессивные. У Сергея Васильевича совершенно другой, там нет агрессии, там глубочайшая философия. И какой-то невероятный космос. Космос, мысли, космос, философия – это бесконечность какая-то. Премьера «Ловца грез» состоится этим летом. Затем театр будет гастролировать по сибирским городам, среди которых, возможно, будет и Иркутск. Туяна Немаева, Александр Мокин, Евгений Шарапов. Средина земли – Иркутская область. Одна страна в Иркутске увековечили память российских военных, погибших в Сирии. Имена летчика Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича присвоены двум автобусам автоколонны 1880. Автобусы отправились в рейс на север при Ангаре. Подробности в материале далее. Традиционные приготовления перед дальней дорогой. Сегодня водитель Вячеслав Толстов отправится в путь на автобусе, названном в честь летчика Олега Пешкова, сбитого в Сирии. На борту изображение бомбардировщика Су-24 и государственные награды, а также флагов двух государств. Страна должна знать своих героев, тем более ездим по городу, по области, в глубинках, может где-то что-то, все-таки какая-то информация. Рядом еще один автобус. Ему присвоено имя морского пехотинца Александра Позынича. Морпех погиб во время операции по спасению российских пилотов Су-24. Почтить таким вот образом память российских военных на предприятии автоколонна 1880 решили сразу после произошедших событий. Это не первая подобная инициатива для автотранспортного предприятия. К 70-летию победы в Великой Отечественной войне 13 автобусов здесь назвали в честь городов-героев. Когда соотечественники гибнут в боевых условиях в мирное время, это особый повод к тому, чтобы проявить к ним уважение. Сейчас вот после этих событий в Сирии ни у кого не осталось сомнения, что необходимо сделать и нам какой-то такой шаг. Поэтому вот решили назвать автобусы именами погибших ребят, которые сражались за нас с вами, чтобы мы могли спокойно с вами сидеть здесь, стоять, разговаривать за мир. И вот автобус заполнен пассажирами. Водитель берет курс на север Приангарья, в Новую и Гирму, на пути следования города и поселки. Везде, где будет проезжать автобус, жители будут видеть имена погибших соотечественников и сопереживать. Татьяна Веретина, Николай Крупченко, Середина земли, Иркутская область. Двух забайкальских лучников включили в предварительный состав молодежной сборной России. Это итог выступления в 2015 году. Имена спортсменов знает моя коллега из Забайкалья Юлия Тимошенко. Здравствуйте. Здравствуйте, коллега. Воспитанников Забайкальского краевого центра физической культуры и спорта, лучников Зарикто Жаргалова и Нема Цирена Чемитова по итогам выступлений 2015 года включили в предварительный состав молодежной сборной страны. В конце ноября в Псковской области прошли всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России», где забайкальцы упрощили свои результаты. Нема Цирен Чемитов в финале занял 17 место, в командном первенстве – 5 место. Зарикто Жаргалов в финале стал третьим, в командном первенстве занял первое место. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 35 регионов России. А сейчас к другим интересным событиям Забайкальского края. Шок-цена на инвентарь в Спортландии. Коньки – 999 рублей. Санки – 599 рублей. Снегокат – 1699 рублей. Спортландия. Мы делаем спорт доступным. От Всероссийской чрезвычайной комиссии до ФСБ 20 декабря сотрудники органов безопасности отмечают свой профессиональный праздник. В честь этой даты бойцы спецназа провели урок мужества для юнормейцев поста номер один. Бойцы спецподразделений, как оказалось, и праздники отмечают по специальному. Вместо праздничных угощений на столе – боевое оружие. Вместо поздравлений – урок мужества для молодого поколения. Это, в принципе, будущие защитники отечества, а тем более, что сегодня такая сложная ситуация, которая на самом деле преобладает в мире, нам необходимо знать все. Мы должны вернуться к тому, что мы должны быть готовыми всегда встать на защиту нашего отечества. Поэтому я считаю, что эти уроки мужества, изучение даже тех средств, которые сегодня представлены нам на обозрении, они просто необходимы для ребят. Для них это очень интересно, кстати, и познавательно. Я считаю, что иногда это интереснее бывает даже, чем формула в школе. ФСБ, Федеральная служба безопасности, была создана в декабре 1917 года. Тогда она называлась Всероссийская чрезвычайная комиссия. С тех пор ее название менялось, упразднялось, расширялись полномочия. Однако задачей всегда оставалось одно – обеспечивать госбезопасность. С 1995 года еще и бороться с терроризмом. Знать историю создания отрядов особого назначения – это полудела. В борьбе с терроризмом все средства хороши. Самое верное – это оружие перед юноармейцами, снайперская винтовка для дальних и точных выстрелов, усовершенствованные АК-47 и бесшумное оружие для ведения разведки в лесу. По правой руке от бойцов спецназа – экипировка. Такие наушники способны заглушить звук от выстрела или взрыва гранаты. Шлем от пули и осколков. Желающих примерить на себе экипировку – искать не пришлось. Это тяжелое снаряжение. Действительно, я теперь понимаю, каково бойцам тяжело. Причем бегать во всем, выполнять какие-то нормативы. Но я бы не смогла никогда. Как ты думаешь, сколько это весит примерно? Вот на себе на сколько чувствуешь? Килограмм 7-8. Еще и шлем давит на голову. На самом деле вес обмундирования порой достигает 50 килограммов. Причем в запасе у каждого бойца может быть несколько видов оружия. Сами юно-армейцы уверены, новые знания, несомненно, пригодятся им в жизни. Я запомнила, что пулемет СО-98 стреляет с точностью на 800 метров и до 1 километра. Я планировала идти в ФСБ поступать. Но пока что не знаю. Я еще медицинский хотел. Анастасия Новгородова, Сергей Миртов. Время новостей. «За память сердца, ты в ответе» выставка с таким названием, посвященная потомкам декабристов Ивана Аненкова и Никиты Муравьева, открылась в Чите. Она приурочена к 190-летию восстания на Сенатской площади в Петербурге, которое случилось 14 декабря 1825 года. Этот год юбилейный и для самого музея декабристов. В 2015 ему исполнилось уже 30 лет. Они покинули Россию, сменили фамилии, но не забыли историю своих знаменитых семей, не утратили интереса к далекой родине. Многие потомки декабристов живут сейчас в Европе. Одна из них – 80-летняя Мария Вуарен, урожденная Бибикова, праправнучка Никиты Муравьева. После событий 1917 года ее семья оказалась во Франции, в Ницце. Там Мария, которая уже 20 лет занимается изучением своей родословной, в библиотеке Свято-Николаевского православного прихода, обнаружила материалы правнучки Ивана Аненкова – Элен де Блюмер. Среди них фотографии «Генеалогическое древо». Эти редчайшие экспонаты были впоследствии переданы музею петербурженкой Татьяной Азнабишиной, которая уже много лет сотрудничает с музеем декабристов. Татьяна Николаевна Азнабишина – это член декабристской секции города Санкт-Петербурга. И сама она человек очень увлеченный, интересующийся декабристской темой. 40 лет уже работает над своей родословной, потому что она сама является потомком по линии родного брата декабристова Владимира Лихарева. Но не только историей своей семьи она интересуется. Будучи во Франции, она познакомилась с потомком декабриста Муравьева Никиты Михайловича, Марии Вуарен-Бибиковой. И вот у них завязалась такая большая дружба. Сегодня зрителям показали театрализованное представление с участием артистов Краевого драматического театра «Звезда декабриста Полина». В музее пройдут и другие мероприятия в рамках декабристских вечеров. Юлия Тимошенко, Дмитрий Пенигин, Середина земли, Забайкальский край. Забайкальские полицейские вернулись из очередной командировки на Северный Кавказ. Бойцы сводного отряда под командованием заместителя командира батальона ППС Владимира Коновалова полгода обеспечивали правопорядок в Чеченской республике. Полгода забайкальские полицейские несли службу в Чечне. Там они обеспечивали общественный порядок. У трапа самолета сотрудников встретило руководство управления МВД России по Забайкальскому краю. На построении личного состава генерал-майор полиции Роман Зеев поздравил сводный отряд с возвращением на родную землю и поблагодарил за выполнение служебного долга. Вы с честью и достоинством выполнили свой долг по обеспечению охраны общественного порядка, общественной безопасности на территории Северокавказского региона. В адрес управления МВД поступили только положительные отзывы о несении вами службы в этом непростом регионе. Закончилась служебная командировка и для бойцов ОМОН и спецназа, которые также 180 дней несли службу в Северокавказском регионе. По традиции коллеги встретили боевых товарищей хлебом с солью. После непродолжительного отдыха вернувшиеся бойцы приступят к несению службы в Забайкалье. Власти Пекина разрабатывают план мероприятий по предотвращению транспортных заторов. По-прежнему ограничена покупка автомобилей, сохраняется и запрет на пользование личным транспортом в некоторые дни недели. Не коснутся ограничения только владельцев машин на новых источниках энергии. Для остальных они могут даже стать жестче. Обсуждаются и способы поощрения горожан за отказ от личного автомобиля в пользу общественного транспорта. О других интересных фактах расскажут коллеги из Китая, которые уже с нами на связи. Здравствуйте! Здравствуйте, коллеги! В студии Руслана Гасанова. В ближайшие минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. В КНР напечатали на 3D-принтере протез руки. Над его разработкой трудились сотрудники Чунцинского отделения Академии наук страны. С точки зрения функциональности протез, созданный при помощи технологии трехмерной печати, ничем не уступает обычному, а стоит в 10 раз дешевле. О других преимуществах новинки в репортаж далее. Вес этого протеза меньше 500 граммов разработали его сотрудники Чунцинского отделения Академии наук Китая. Все детали отпечатали на 3D-принтере, а затем свели вместе. Получилась механическая кисть, внешне мало чем отличающаяся от традиционного протеза. Между тем, различия существенные. Главное в том, что размеры и конструкция устройства могут быть изменены для нужд конкретного человека. Корректируя параметры печати, мы можем создавать протез с учетом особенностей человека, для которого он предназначен. Это очень важно, поскольку научиться пользоваться таким аппаратом можно намного быстрее, чем обычным. 3D-протез – это персонализация во всем. При желании менять можно не только конфигурацию устройства, но и его цвет, и даже материал. Останавливаться на достигнутом авторы не собираются. В планах сделать механическую руку еще умнее. Мы продолжим исследование и будем совершенствовать протез. К примеру, хотим установить на него специальные датчики, которые смогут воспринимать и отправлять мозгу информацию о силе касания и температуре. В этом случае наша разработка станет еще чувствительнее. В дальнейшей работе учтут и пожелания потенциальных покупателей. 10 протезов отделения Академии науки Таевчунцине подарило городскому обществу инвалидов. Их протестируют волонтеры общества, проинформируя разработчиков о всех обнаруженных во время использования неудобствах с целью их скорейшего устранения. Ван Инн, Си-Си-Ти-Ви. Шанхай готовится провести международный конкурс артистов балета. Несмотря на то, что пройдет он только в августе будущего года, активная подготовка к танцевальному форуму уже началась. Стать участником «Смотра молодых талантов» можно, зарегистрировавшись на сайте. А если полной уверенности в профессионализме нет, подтянуть технику можно в творческой мастерской, которую открыла в своем родном городе Шанхай всемирно известная прима-балерина Тань Юйюань. Далее подробности. Шанхайский международный конкурс артистов балета будет щедрым на награды. 17 призов будут вручены за лучшую танцевальную композицию, лучший сольный номер, дуэт. Признание также получат артисты разных возрастных категорий – взрослые и подростки. Но главный приз все же один – это 30 тысяч долларов. Кто станет их обладателем, определят 9 судей, в том числе и США, России, Германии и Франции. Во время конкурса в городе будут проходить различные галаконцерты, форумы и мастер-классы. Подготовка к событию мирового масштаба, который пройдет в августе следующего года, уже началась. Выбор места проведения конкурса пал на Шанхай, так как он один из самых зрелых китайских городов в плане развития этого вида искусства. Я до сих пор помню, как много лет назад, когда мы впервые поставили здесь современный балет, была продана лишь половина билетов. Но сейчас на большинстве таких спектаклей аншлаг. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно оставить заявку на его сайте. А у тех, кто еще не чувствует, что готов покорить вершины балетного мастерства, появился шанс получить дополнительные навыки. Недавно китайская прима-балерина Тан Юань Юань из группы «Балет Сан-Франциско» открыла в Шанхай свою первую профессиональную мастерскую. Несмотря на то, что танцовщица в основном трудится на подмостках Европы, Тан заявила, что сделает все возможное, чтобы помочь молодым артистам балета в родном городе. «За последние годы уровень балетного искусства очень вырос, возрос и интерес зрителей к нашему искусству. Я знаю, что когда в Шанхай приезжает Мариинский театр или австралийский балет, билеты в кассах не залеживаются, и я вижу в этом большой потенциал для развития». Тан Юань Юань открыла секрет и рассказала, что планирует в своей мастерской реализовать первый проект по созданию классического балета с китайскими элементами. О возрастающем интересе к классическому танцу говорит и тот факт, что в этом году в программу Шанхайского международного фестиваля искусств были включены семь балетных номеров. На два больше, чем в прошлом. Татьяна Климова, СиСиТиВи. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok